В жизни всегда есть место подвигу. Все мы знаем о героях прошлого. Мы читали о них в книгах, слушали рассказы дедушек и бабушек. И в тех рассказах были действительно герои. Но есть ли такие люди в наше время? Конечно же есть. В мирное время это врачи, спасатели, односельчане, соседские мальчишки, студенты и бизнесмены. Люди разных профессий, национальностей, полов и возрастов. В общем, обычные люди, живущие рядом с нами. О их поступках мало пишут. И в этом сюжете мы постарались собрать воедино всех героев, чьи поступки не остались незамеченными. Зачастую поступки, которые мы называем геройскими, совершаются случайно. Как в случае с мальчишкой, провалившимся под лед на озере в Селенгинском районе. Из воды третикласснику Денису Селину помог выбраться 14-летний подросток Никита Лобастов. Парень проходил мимо и услышал зов о помощи. С головой ушел? Да, с головой. Потом уже голову вынунул. А когда пытался выбраться, как вообще, что происходило? Ну, когда я пытался выбраться, пока он там бежал, я руку первую эту ставлю, она упала, потом уже подбегает. Лед ломался, да? Да. Там был лед вот такой где-то. Кричу, Никита, он подбегает. Мне пику дает, и я ее выкидываю, а потом мне руку дает. Ну, и я его вытаскиваю. Рукой, получается? Да, рукой вытаскиваю. Не растеряться. В экстренной ситуации парню помогли обучение от инспекторов ГИМС. 13-летнего Никиту представят к награде. За спасение утопающего ему положена медаль. Свою же заслуженную медаль за проявленное мужество получил и Константин Калинин. 12-летний мальчик вступился за своего дедушку, когда пьяные соседи пытались отобрать у пенсионера деньги. За это четверо взрослых, двое мужчин и две женщины, жестоко избили подростка. Ударили бутылкой по голове, пинали и били руками, отобрали тысячу рублей, пытались снять серебряное кольцо с руки. После этого ребенок попал в больницу. Но сейчас с ним все хорошо. Не хотелось бы, чтобы путь к наградам был вот такой ценой, но я считаю, что он поступил в ситуации настоящий мужчина. Он не испугался, он не спасал. Он защитил дедушку. То есть, с одной стороны, я оцениваю так, что если бы не Костины решением, он неинозно принятый в тот момент, то ситуация могла бы закончиться более плачевно для пожилого человека. Такой же медалью достоин и другой юный герой Роман Барышников. Летом 2020 года шестиклассник рыбачил на мосту между Кударой и Корсакова и увидел, как ребенок начал тонуть. Просто рыбачил, парнишка маленький прыгнул с моста. Там у нас в этом году очень большая речка, вода пришла, конечно, до этого там по колено было. Сейчас даже мне, взрослому человеку, с крышкой будет. И вот прыгнул, течением понесло, и все, он быстренько трекушки снял, футболку и нырнул. Там была взрослая женщина у нас, она тоже рыбачила. Она не смогла, потому что, может, воды боится. А он тут сразу с отволы. Да еще плавал бы хорошо, я бы еще понимаю, потому что вода глубокая, там очень глубокая. Он бы мог с собой туда утянуть и все. Не прошел мимо чужой беды 21-летний Максим. Молодой человек увидел полыхающий соседский дом. Не раздумывая, он бросился на помощь. В этот момент в доме находилось трое детей. Когда туда перескочил, через полисадник, уже в ограде был, и все вот окошко, вот Кочегарское есть. И прямо мне вот в лицо этот огонь как будто попался. Зашел на крыльцо. Эту дверь раз дернул, два дернул. И потом вот так вот ногой и рукой уже, короче, выдрал ее, значит. И эта дверь вместе с ручкой, ручка даже отломилась. Все, и зашел, вот они уже сидели здесь. Они уже слышали, да, что это открыло? Ну, они уже с тряпочками сидели возле двери. Через этот полисадник я их перетащил. Здесь местный житель приехал. Ну, ехал, видимо, тоже увидел дым, пожар. Все, говорю, что можно, к тебе, говорю, в машину их, говорю, посажу, дети, замер, погода-то вот какая холодная. Ну и все, и потом все здесь уже образовались. Выше перечисленные герои наших сюжетов оказались в нужном месте в нужное время. А вот Юрий Козлов среди своих пациентов просто доктор Юра. Геройствует чуть ли не ежедневно. Он детский хирург из Иркутска. Часто помогает бурятским врачам проводить сложнейшие операции. Правда, что вас называют доктор Юра? Доктор Юра, да, это приклеилось ко мне. Нет, я даже помню ту историю. Лет 5-6 назад мама одного пациента из Читы. Там был сложный порог развития комбинированной. Казалось бы, ранее неизлечимая трезия пищевода, отсутствие дистанции между двумя сегментами пищевода и непроходимость энцеперсной кишки внутриутробно. Мы это сделали все в одной операции. Это была одна из первых операций в мире, которую сделали эндоскопические при двух аномалиях развития различных систем, органов, вернее. И с тех пор мама дала мне такое. И теперь все вас так ласково называют. Ну да, но это не связано никак не со мной, это скорее всего... Мне кажется, вы просто становитесь родным для этих людей. Конечно, это самое главное условие для детского хирурга работы. Вы должны проникнуться полностью той болью, которая страдает наши пациенты. К сожалению, этот год не обошелся без потерь. На 65-м году ушел из жизни герой России, летчик-испытатель Тагиб Толбоев. Причиной смерти родственники назвали онкологическое заболевание. Он умер в Дагестане. Туда мужчину из Бурятии перевезли близкие после улучшения состояния. Не всегда героями называют тех, кто спас жизнь незнакомца. Иногда помощь требуется близкому человеку. В ситуации, в которую попала девушка Жаргал, могли помочь только кровные родственники. Врачи констатировали, у нее серьезное заболевание почек. Пересадка требовалась экстренная. Не раздумывая, спасать ребенка стала мама. Ну, это было как гром среди ясного неба. Просто давление подскочило, и пошли в больницу. И вот такой вердикт страшный. В похожей ситуации оказалась и семья Елизаветы Балдановой. Женщина также пожертвовала почку дочери. После трансплантации и реабилитации Елизавету Балданову глава Бурятии Алексей Циденов наградил почетным знаком. Огромное спасибо главе республики и нашим врачам. Они дали возможность людям, болеющим почками, дали возможность им жить. Донорам, будущим донорам. Верьте своим врачам. Еще одну жизнь помогли спасти жители Бурятии и собственник горно-обогатительного комбината «Озерный». Речь, конечно же, идет об Одессе Гармаевой. Чтобы закрыть сбор средств на лечение, малышке не хватало около 119 миллионов. Владислав Свиблов заявил, готов помочь. Я готов прописаться, сменить адрес своей постоянной регистрации на поселок Озерное, Германского района республики, с тем, чтобы мой НДФЛ, наук на доходы физических лиц, уплачивался в бюджет республики. И таким образом была возможность из тех средств, которые за 2020 год я задекларировал, окрасить целевым образом для закупки этого препарата. Сейчас с Одессой все хорошо. Девочке недавно исполнился годик. Закончить наш обзор героических поступков хотелось бы на позитивной ноте. Житель Улан-Удэ на границе Бурятии и Иркутской области подобрал медвежонка, который сидел один посреди трассы. Ну, останавливаться стал, остановился, он пополз уже как бы к обочине. Ну, походил, походил, посмотрел. Мамы нету, следов нету. Ну, что с ним делать? Давай его забирать. Она царапалась, конечно. Я-то думал, это медвежонок, что Боря его назвал. Через три дня выяснилось, что это не Боря, это Маша. Машу передали в Иркутский питомник А9. Там животные проходят реабилитацию и готовятся к самостоятельной жизни в условиях дикой природы. Большинству участников наших сюжетов был уготован печальный финал. В новых жизни появились те люди, которые вовремя протянули руку помощи. И закончить бы хотелось цитаты из книги «Подвиг Магеллана» Стефана Цвейга. «Быть героем – значит сражаться и против всесильной судьбы». Мария Латышева, Руслан Хороших. Новости дня. 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 Продолжение следует...